Да. Турин, давай поговорим. Кто это звонит? Давай поговорим. Кто это звонит? Узнавай меня. Я вас не знаю. Прекращаю разговор. Да, все ты хорошо знаешь. Что ты притворяешься? Тихо, сейчас дождемся жены, у меня маленький донор. Вы на месте сводите. Чего? А вы кто? Вы за тебя жены. Сматриваясь до помещения, и тут то, что считаем, мы имеем значение для уголовного дела, мы будем заниматься, о чем я составляю протокол обыска. Вы сегодня оставили ребенка трехлетнего в квартире, когда забрали паука. Он обраниченно вообще-то с ребенком находился. Сегодня я впервые попала в стены нашего местного РУВД и сразу на встречу с высоким начальником из Гомеля. Заместитель штаба УВД, подполковник милиции Тюрин Павел Станиславович. Весь процесс уточнения данных по моей жалобе прошел достаточно стандартно, но нестандартной была часть, которую господин Тюрин сам назвал. Часть не для протокола. Стал задавать очень странные вопросы, например, как я считаю, почему мы очень популярны. Я думаю, что наш канал популярен, потому что люди хотят знать правду. Также хочу напомнить, что до сих пор мы не получили никаких материальных подтверждений при частности к вышеупомянутому заминированию. Павел Станиславович по-дружески заметил, что, оказывается, Андрей Павк себя очень неправильно вел. Если так случилось, что вы дома находитесь с ребенком, но вам позвонила дверь милиция, то по рекомендации Тюрина вы должны взять ребенка на руки и уже с ребенком на руках открывать милиции дверь. Я, естественно, заявила Павлу Степановичу о недопустимости таких действий и то, что они должны прорабатывать решение о задержании. Учитывая достаточно большое количество неудобств и решений, которые мы испытали за эти два месяца на пустом месте, напоминаю, без предъявления каких-либо доказательств нашей причастности к данному делу о заминировании, он улыбался и говорил, что ничего страшного не произошло. Естественно, я заметила, что не ему решать, насколько страшно. С улыбкой на лице, а далее и со смехом, он предложил мне, конечно, обратиться в суд за возмещение морального и материального ущерба. Я сказала, что я, конечно, воспользуюсь этой возможностью, но что он мне со смехом сказал, что сначала вы должны как минимум заплатить пошлину и заслужить свои права. То есть на сегодняшний день мы их еще не заслужили. Добрый день, вы набирали. Павел Станиславович, да? Да, да. Как поживаете, Павел Станиславович? Давно не виделись. А я не знаю, кто это вы такой, что вы так сразу не представившись, называете меня по имени и отчеству. Андрей Паук. Я вас первый раз знаю. Помните, приезжали к нам? Я вас не знаю. Жену опрашивали, Ольгу Паукману. Заканчиваем с вами разговор, я вас не знаю. Всего доброго. Что боишься-то? Что боишься-то?